Уважаемые коллеги, вот спрашивают, а звук есть? Давайте я вас спрошу, коллеги, звук есть? Слышно? Есть, пишут. Да, слышно. Это очень хорошо. Прекрасно. Раз меня слышно, значит мы с вами можем начинать. Тема у нас сегодня с вами очень интересная. Поговорим мы об использовании проектной деятельности в обучении английскому языку для достижения планируемых результатов в ГОЗ. Значит, начнем мы с вами с цитаты Альва Семеновича Вогоцкого. Цитата очень такая для нас злободневная, хотя она не новая, не из современных книжек языка. Цитата такая. То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно. Согласитесь, цитата очень злободневная. Как раз то, о чем мы будем говорить, ее замечательно можно применить к проектной деятельности, когда дети работают в группе, когда они тренируются что-то делать сначала в группах сотрудничества, то они потом могут все эти свои знания применить индивидуально. Вот такая вот, на мой взгляд, цитата. Хорошо подходящая к нашей теме. Давайте поговорим об методе проектов, о проектной деятельности. Кстати, о проектных задачах. Я даже скажу, чем они в данном случае будут отличаться от метода проектов и от проектной деятельности. Сначала посмотрим на определение метода проектов. Метод проектов – это совместная деятельность учителей и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы. То есть, когда мы с вами выполняем проект, у нас всегда есть какая-то проблема. У нас всегда есть то, к чему мы стремимся. Есть какой-то еще и продукт, который мы, как правило, создаем и разрабатываем. Вот такое определение дается в книге «Егений Семенов и Полот». Есть еще одно определение. Оно такое более взято, скорее, для красоты, чем для какого-то энциклопедического знания. Метод проектов – это от души выполняемый замысел. Или по-английски это «hearty purposeful act», так сказал Уильям Килл Патрик. Также Килл Патрик считал, что любой проект должен иметь четыре фазы. То есть, он должен быть очень простым. Это фаза замысла, фаза планирования, фаза исполнения и фаза оценки. То есть, всего четыре фазы. Довольно-таки простая такая должна быть структура у любого проекта. И считал он, что вообще проект любой должен строиться без участия учителя. В чем с ним абсолютно был не согласен его учитель Джон Дьюи, который тоже разрабатывал всю эту тему, соответственно. Но вот, тем не менее, было и такое мнение у основоположников метода проектов. Зачем нужен вообще метод проектов? Нужен он для того, чтобы научить учащихся самостоятельному критическому мышлению, умению работать с информацией. И, согласитесь, учащиеся, когда что-то подбирают для проекта, какую-то информацию, они учатся мыслить критически. Научить размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей науки и делать обоснованные выводы. Когда они уже что-то нашли и применили даже в своем проекте, в этом случае им придется писать либо заключение какое-то, либо делать какой-то вывод, когда они уже хотят презентовать свой продукт. То есть, им придется делать эти обоснованные выводы. Они будут учиться их делать. Научить принимать самостоятельно аргументированные решения. Опять же, если они хотят найти какой-то материал и нашли слишком много, допустим, по какой-то, скажем, по какому-то запросу в интернете, они должны аргументированно отбросить все ненужное, чтобы оставить только то, что им пригодится для выполнения проекта. И научить работать в команде, пополняя разные социальные роли. Это как раз то, зачем нужно объединяться в группы. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Давайте посмотрим на историю вопроса. Итак, возник метод проектов в начале XX века в США. Основоположниками были Джон Дьюи и его ученик Уильям Килл Патрик. В 1918 году выходит статья Килл Патрика под названием «Метод проектов». В 1905 году уже в России под руководством Станислава Филовича Шацкого была организована группа сотрудников, пропагандирующая метод проектов среди российских педагогов. В послереволюционный период по инициативе Надежды Константиновны Крупской метод широко применяется. В 1931 году метод был осужден как чуждой советской школе и не использовался вплоть до 80-х годов XX века. Посмотрите, насколько это было все заброшено. И в начале 90-х метод проектов вернулся в российские школы благодаря работам, трудам профессора Евгении Семеновны Полот. Я вот вижу, что в чате обсуждают про то, где найти код, где, это очень плохо, это абсолютно, наверное, неинтересно рассказывать, как сделать, чтобы был звук и так далее. Коллеги, если, вот спрашивают, заморозить зачем, если у вас звук немножечко подзаедает. Вот кто-то писал там, что не то икают звук, не то еще что-то, не то хрипит, я уже забыла. В случае вы можете заморозить видео с моим изображением, нажав на иконку камеры на видео. В таком случае будет у вас, может быть, звук чуть получше. Возможно, звук сбивается из-за видео, из-за того, что оно вот работает. Попробуйте, если у вас и это не помогает. Если у кого-то, может быть, вообще звука нет, то в таком случае коллеги подскажут вам через чат, что можно подергать ползунок громкости на видео со мной. Опять же, если он стоит на 100% громкости, это не значит, что он, что будет все слышно, что все работает. Лучше его подвибить. Вот, кто-то пишет, что все интересно, просто первый раз здесь. Очень приятно, что к нам присоединяются новые люди. Очень хорошо, новые слушатели. Да, буду, значит, не обращать внимания хорошо на код, который спрашивает, потому что коллеги говорят, что интересно. Замечательно. Давайте посмотрим с вами дальше. Посмотрим мы на такую схему. Схема изображает проектную деятельность, а именно ее комплексный характер. То есть, посмотрите, сколько всего задействовано во время перебирения. Здесь и обучение в сотрудничестве, и исследовательская деятельность, и дискуссии, и беседы, и мозговые атаки, которые, конечно же, непосредственно связаны с рефлексией. И научный метод, который мы применяем, научный метод познания. Поисковая деятельность, ролевые игры. То есть, здесь сколько всяких разных может быть форм взаимодействия во время проектной деятельности. Тем, кто ищет видеозаписи предыдущих вебинаров. Коллеги вам в чате подскажут, на какую тему обратиться на форуме. То есть, вот мы с вами видим, что характер проектной деятельности действительно очень сложный, комплексный. Давайте посмотрим на типологию проектов. Сразу говорю, что типология проектов, она очень широкая. То есть, очень много разных пунктов, разных категорий, по которым проекты развиваются по типам. Вот первый – это доминирующая деятельность. То есть, по доминирующей проекте деятельности выделяют исследовательские проекты, поисковые, творческие, ролевые, прикладные, ознакомительно-ориентировочные и так далее. То есть, это будет исследовательский проект или игровой проект, практико-ориентированный проект, творческий проект, практико-ориентированный проект. То есть, пожалуйста, предметы, содержательная область. Будет либо монопроект, если этот проект делается в рамках одного какого-то предмета, либо межпредметный проект, если еще задействованы какие-то другие предметы, помимо иностранного языка. Бывает, что часто проекты разрабатываются вместе с географами, если проект межпредметный, допустим, с географией, с историей, с литературой. Характер координации проекта. Либо непосредственный, то есть жесткий или, конечно, бывает и гибкий вариант, либо скрытый. То есть, когда педагог имитирует участника проекта, и больше это, конечно, характерно для рекоммуникационных проектов. По характеру контакт выделяют проект среди участников одной школы, либо среди участников одного класса, либо города, либо региона, либо одной страны, либо разных стран. По количеству участников. Это может быть индивидуальный проект, парный и групповой. Как правило, в школах, конечно же, мы делаем либо индивидуальные проекты, либо групповые. Очень редко, когда используются парные. По продолжительности проекта. Это будет либо краткосрочный, либо среднесрочный, от месяца до полугода. И долгосрочный проект, то есть более полугода. Здесь уже, конечно, мы видим с вами, что, как правило, на уроках это один-два урока занимает кная деятельность, и поэтому это будет скорее краткосрочный. То есть, мы не растягиваем проекты из школьных учебников на месяцы и год. Как правило, они у нас меняются. Иногда, когда мы готовим учащихся к, конечно, декабря наук, допустим, да, то мы уже делаем среднесрочные проекты. Они разрабатывают его, как правило, месяц, два месяца, да, то есть до полугода. Вот видите, у нас такие разные бывают проекты. Вот кто-то уже спрашивает, можно скачать презентацию с передового Вероника. Да, презентация будет выложена на форуме, либо сегодня, если она не очень много весит и загрузится, мною лично, если получится. Либо мы выложим ее тогда в понедельник с помощью наших технических специалистов. Вот Виноградовый Вероник спрашивает. Утром не успел на вебинар, можно ли сейчас получить сертификат? Если вы сейчас до конца дослушаете, то заново в чате будет код для генерации сертификата. А по тому коду, который был утром, конечно же, не сгенерируете, не получится. Он уже не действует, тот код. Вот пишет Зинаида Железнякова. Звук стал лучше без видео. Да, я сразу говорила. И тема очень интересная, так как давно занимаемся учащимися в проектной деятельности. Прекрасно. Про презентацию вебинара от 4 марта. Она уже размещена на сайте, если я не ошибаюсь. Она уже была размещена. Вот спрашивают. Уже люблю вопросы по теме вебинара. Объясните проекты непосредственные и скрытые. Здесь не проекты непосредственно скрытые, здесь по характеру координации. Либо проект координируется с педагогом непосредственно, то есть педагог непосредственно принимает участие в проекте. Он за каждым шагом, который выполняют ученик, следит. Либо это будет скрытое участие педагога. Допустим, дети сами что-то выполняют, а педагог это может видеть как-то через интернет с помощью сайтов. Прислали, выложили учащиеся, допустим, если это телекоммуникационный проект. Сдали ли они работу вовремя или не сдали. А вот работать именно вместе с учащимися над каким-то этапом проекта он не будет. То есть он уже как раз-таки скрыт, педагог сам. Вот Илья Михайлович объяснил, где найти видеозаписи. Там же будут и, Мария Владимировна, где видеозаписи, и там же и в семинарах, и вебинарах будут презентации с вебинаров. Сейчас перед вами слайд с интересным названием, я надеюсь, что интересным. Про педевтика и не только. О чем я здесь хотела сказать на самом деле. Хотела сказать о том, что про педевтика, то есть подготовка проектной деятельности, происходит, конечно же, в начальной школе. Потому что прообразом проекта в начальной школе являются проектные задачи, вокруг которых разворачивается работа. Все-таки то, что выполняют учащиеся в начальной школе, во втором, в третьем, в четвертом классе, это еще не проекты. Они не привлекают, как правило, именно материал, который они добывают где-то извне. Они берут что-то из личной жизни. Они не зарабатывают какие-то исследовательские задачи. Они делают какой-то продукт, как правило, будь то закладка или книга, которую можно кому-то подарить. То есть они готовятся к тому, чтобы вступить во взрослую жизнь и с пятого класса начать именно работать над проектами. Когда будет группа, когда будут распределены роли, когда будет понятно, что от них в конце требуется, чтобы они выполнили. Когда это будет конкретно какой-то такой большой, крупномасштабный проект. Для ребят, конечно, крупномасштабным проектом будет и книгу делать какую-то, но вместе. Все-таки есть разница, каждому отдельно какую-то книжку или они на дне работают все вместе. Допустим, веб-страничку делать кому-то одному или работать в группе. Все-таки это масштаб абсолютно разный. Также проектная деятельность сама является ведущей в подростковом возрасте, гарантирующей развитие ответственности, инициативности и самостоятельности. Вот так сказала Катерина Николаевна Поливанова в своей книге. То есть это как раз то, о чем я говорила чуть раньше. Учащиеся в начальной школе подготавливаются к тому, чтобы уже в младшем подростковом возрасте выполнять более такие крупномасштабные проекты, а именно еще и параллельно развивать у себя ответственность, инициативность и самостоятельность. И проектная деятельность в начальной школе это зона ближайшего развития, как сказал Лев Семенович Пугодский. В начальной школе мы все-таки решаем и выполняем небольшие крупномасштабные проекты, мы выполняем проектные задачи. И выполняя такие, пускай небольшие проектные задачи, учащиеся готовятся, то есть они заполняют эту зону ближайшего развития к тому, чтобы выполнять более крупные проекты. Оксана Суверина пишет. Согласна. Я классный руководитель восьмого трудного класса, угомонила детей, заинтересовав их в проектной деятельности. Да, согласна с вами. Вот как раз сейчас перед вами слайд, прям очень в тему комментарий из чата. Роли педагога в процессе выполнения проекта. И вот как раз Оксана Суверина, в моем понимании пока, является энтузиастом для своих учеников. То есть она повысила им мотивацию тем самым, оказала моральную поддержку. То есть вот, пожалуйста. Какие еще есть роли педагога? Продолжение следует... 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 Восстановится обратное общение. Вот пишут, связь есть. Ага, ура. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, видно ли меня. Давайте еще раз попробуем свое общение наладить. Сейчас я чат попробую сделать покрупнее, чтобы могла вас читать. Пишут, да, ура, заработала. Коллеги, будем надеяться, что больше так резко интернет нас не выкинет. Все в порядке, все видно. Давайте мы с вами немножечко, не буду я точно врать, откуда закончила, на каком моменте меня, коллеги. Итак, о роли педагога в процессе выполнения проекта. Так, в первую очередь педагог является энтузиастом. То есть он повышает мотивацию учащихся и способствует оказанию моральной поддержки. Он является специалистом, потому что дает знаниями и умениями, которые он может поделиться с учащимися, когда они выполняют проект. Педагог является консультантом, потому что он может подсказывать, он может задавать какие-то вопросы, да, то есть организовывать критическое мышление у учащихся. Он выступает организатором, потому что у него есть больше, если вы хотите, есть доступ к разнообразным ресурсам, чем есть у учеников. Не всегда, конечно, да, но, как правило, у классников нужно уметь сориентировать, вот где можно что-то посмотреть, да, и вот откуда можно зайти, вот какой сайт можно открыть и посмотреть, да, и так далее. То есть, конечно, бывает такое, что, я понимаю, что бывает такое, что дети сами могут большему научить, порой сама с таким сталкивалась, но все-таки, что касается проектных работ, там, где все-таки нужно уже проявить смекалку, да, здесь педагог, конечно же, организатор, вот тот пишет, креативный директор, Елена Владимировна пишет. Руководитель, конечно же, он является, педагог является руководителем. Почему? Потому что он помогает распределить время, распределить, насколько глубоко нужно работать над каким из этапов проекта. Педагог является партнером. Почему? Потому что он все равно является одним из участников данного процесса, процесса выполнения проектной работы. Давайте посмотрим на такую замечательную табличку. Не пугайтесь, что здесь что-то выделено цветом, а что-то не выделено. Как раз выделила я для того, чтобы было удобно смотреть с экрана. Итак, мы посмотрим на то, насколько должен быть вовлечен педагог в деятельность, в проектную деятельность, которую выполняют учащиеся на разных классах, то есть в 5-м, 6-м классе, 7-м, 8-м и в 9-м, 10-м, 11-м. Итак, на этапах работы с проектом, давайте застрим сначала внимание. Итак, это проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, презентация и рефлексия. В 5-х, 6-х классах, смотрите, я специально ничем не выделила, потому что педагог в данном случае проявляет максимальное участие на всех этапах в форме организующей, стимулирующей и обучающей помощи и руководства. Но, тем не менее, он не подменяет самостоятельную работу ребенка, то есть не делает все за ребенка, а лишь помогает, но помогает, конечно же, на каждом этапе, особенно на первых порах. Здесь нужно и как правильно поставить какую-то проблему, как организовать, спланировать свою деятельность, как презентовать правильно, чтобы учащихся не оказались, я не знаю, черного цвета слайды и на них белого цвета текст, допустим. Обязательно помочь им организовать рефлексию. В 7-х, 8-х классах, посмотрите, здесь как раз то, за чем я выделила, потому что степень участия педагога будет разная. На двух этапах, на первых, проблематизация и целеполагание. В 7-х, 8-х классах это будет участие по запросу учащихся. Если учащийся просит какой-то помощи, учитель ее оказывает. На этапах планирования и реализации плана учитель будет организовать организующую и стимулирующую помощь, в отдельных случаях – обучающую. И на этапах презентации и рефлексии это будет лишь незначительная помощь, оказываемая в отдельных случаях по инициативе учителя. То есть учитель видит, что здесь все-таки нужно вмешаться, здесь нужно помочь, исключительно в каких-то отдельных случаях. И в 9-м, 10-м, 11-м классах мы видим, что здесь уже минимальное, конечно же, участие педагога на всех этапах. Участие может быть лишь в форме консультации, советов, обязательно совет спрашивать у вас учащиеся, обсуждения. И все это будет, конечно же, по запросу учащихся. То есть если они справляются сами, и они считают, что они справляются, и вы видите, что они справляются, тогда, конечно же, вам и вмешиваться даже не нужно. Собирайте сливки, слушайте проект и получайте удовольствие. Современное понятие тьютор имеет место в классификации? В классификации чего, коллеги? Мне даже интересно. Подожду пока ответы, если он меня не проскочит. Да, вот с оценкой тяжело, пишет Александр Сурина. В роли педагогов. А, в роли педагогов. Как тьютор. Если мы вернемся на два слайда назад. Как вы думаете, как тьютор здесь? Это каким синонимом? Синоним какому слову выступит слово тьютор к тем ролям педагога, которые я написала на слайде? Правильно, вот консультант пишет. Я с вами совершенно согласна. Потому что тьютор, по сути, тот, кто подскажет, кто задаст какие-то вопросы, которые натолкнут на какую-то мысль. То есть, вот, пожалуйста, он и будет консультантом. То есть, консультант или по-другому тьютор. То есть, по сути, это синонимы. Просто вот я взяла такую типологию, а вы, может быть, где-то видели, конечно же, другую. Потому что типологии множество. Точно так, как мы посмотрели, что типов самих проектов огромное множество. Коллеги, про оценку. Как раз вот сейчас написали комментарий, что с оценкой сложно. Вот я видела комментарий такой в чате. Посмотрим мы сейчас с вами на параметры внешней оценки проекта. Данные параметры были разработаны Евгений и Семеновны и Полот. Вы их можете взять либо потом из моей презентации. Ссылка на пособие, из которого я это взяла, будет в конце презентации. То есть, пожалуйста, берите пользу. Либо вы можете заглянуть в саму книгу. Пожалуйста. Их очень много, на самом деле. Давайте посмотрим. Значимость и актуальность выдвинутых проблем. Адекватность их изучаемой тематики. Здесь, конечно же, учебник за нас уже решил, какую проблему мы рассматриваем, на какую тему будет проект. Но вот адекватность того, как они к этому подойдут, насколько значимо, насколько актуально они рассмотрят эту проблему, это уже зависит от учащихся. Корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов. Насколько правильно учащиеся подошли к поиску информации? Насколько правильно учащиеся информацию обработали? Насколько это все было адекватно? Допустим, соответствует ли материал, который они нашли, их возрасту? Смогли ли они с ним справиться? Подходит ли вообще материал по теме? Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями. То есть, каждый ли член групп был задействован в этом проекте, или все сделали двое, а остальные сидели рядом? Вот это очень важно. Коллективный характер принимаемых решений. То есть, вы оцениваете, насколько ли решение, которое выдвигала данная группа, выполняемая тот или иной проект, был групповым решением. Совещались ли они, обсуждали ли. Либо у вас кто-то один или двое выкрикивают какие-то свои разрозненные мнения. Конечно же, в данном случае у этой группы, которая выполняла этот проект, оценка будет ниже, чем у другой. Вот Идия пишет, оценивание легче, если есть критерии. Скажем, в проектах языковая компетенция оценивается меньше всего. Если понятно, содержание качественное, то проект получит высокую оценку. Что касается языка, конечно, если проект выполнен грамотно, то, конечно же, оценка будет, соответственно, высокой. Если проект выполнен грамотно, и это бросается в глаза, то абсолютно будет противоположная оценка. Здесь, к сожалению, мы это не так можем хорошо оценить, как именно саму групповую работу, как организацию выполнения проекта. И это мы оценить можем. На это есть параметры внешней оценки. Следующий параметр – это характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта. Допустим, на одном уроке у вас группы были сформированы. На второй урок, на следующий день, допустим, как правило, уроки не стоят у нас подряд. У нас все-таки три урока в неделю. Вот, допустим, через день у вас ребенок какой-то заболел на одной из подгрупп и не пришел. Нужно участникам той или иной группы, где выпал один из учеников, как-то его заменить. Нужно как-то раскидать его роль между собой. Вот, пожалуйста, взаимодополняем участников проекта. Вопрос хороший. Сочинение ребенка без каких-либо оформлений является ли работой? У меня встречный вопрос. Является ли именно оформленный просто доклад, или пускай же это опять будет, да, сочинение, что-то оформленное и что-то неоформленное? Есть ли отличия от проекта, от не проекта? Только ли мы по эстетике будем смотреть? Нет, конечно. Мы будем смотреть все-таки по вкладу ребенка в то, что он вам приносит. Вот, да, пишет Татьяна, нет. То есть, вот, я скорее Виоле Валентиновне посоветую отметить этого ребенку то, что если это же сочинение, а не списанный откуда-то текст, да, мы поговорим о том, что это ребенок сам что-то написал. Если сочинение ребенка выдвинуто по определенной тематике, в нем затронуто вот все то, что было прописано в проекте, да, мы с такими сейчас с вами столкнемся проектами, когда будем смотреть примеры особенно и happyenglish.ru. Я вам покажу такие примеры, когда мы из cutout вырезаем странички, заполняем там какие-то данные, вписываем, что-то, допустим, вклеиваем. Если к сочинению приложить, допустим, какую-то поделку или фотографию, где ребенок занимается какой-то деятельностью, его хобби, например, да, и дальше сочинение посвящено этому хобби. Причем, если это сочинение выполнено по всем рамкам и параметрам, которые были заданы при выполнении проекта, то, конечно, в принципе, это может быть проектом. Но все равно сочинение, которое сделано без каких-то параметров, без каких-то иллюстративных материалов, это, конечно же, не будет проектом. То есть, если нет какой-то технологичности, технологически выполнено, то это не может быть уже проектом. Видео есть, слайды тоже есть, но ничего не слышно, что делать. Ну, вот здесь уже я вам не помогу, потому что вы меня не слышите, к сожалению. Надеюсь, коллеги вам в чате напишут, что можно сделать. Про формировать группу. Как бы вы посоветовали формировать группу? Был у нас один уже из вебинаров о том, как проводить обучение в сотрудничестве. Проводил Илья Михайлович. Вы можете посмотреть его видеозаписи или посмотреть презентацию. Илья Михайлович говорила о том, как лучше делить группу. Самый главный признак хорошей группы, то, что там должны быть и очень сильные учащиеся, и средненькие учащиеся, и очень слабенькие. И вот группы должны быть все одинаковые. То есть в каждой группе должны находиться такие дети. Да, посмотрите. Вот в продолжение. Если он написал сочинение, то предполагает, что он должен его рассказать устно. Любой проект в любом случае представляется устно. То есть защита проектов – это устная защита. Когда ребята выходят к доске и рассказывают, что они на проекте натворили. Наталья Полякова как раз тоже отвечает на мой вопрос. Хорошо, на то, что я ответила. Дубровина пишет пользователь. А у нас в пятых классах требуют индивидуальный проект, чтобы все дети участвовали. Индивидуальный, чтобы все дети участвовали. Как-то немножечко это разные два понятия. Следующий параметр – это необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему. Привлечение знаний из других областей. Да, действительно, если есть возможность привлечь знания из географии, из истории, следует их применить здесь. Доказательность применяемых решений. Умение аргументировать свои заключения и выводы. То есть если учащиеся могут подтвердить свои слова какими-то фактами, то, конечно же, они работали над этим проектом. Это не голословный проект. Если они сделали какие-то выводы, и они могут их чем-то подтвердить картинками, рисунками, все, чем в интернете, то это будет уже действительно доказательность. Эстетика оформления результатов проведенного проекта. Здесь мы просто будем оценивать, соответственно, эстетично он оформлен или неэстетично. И умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы. То есть умеют ли ребята из той или иной группы отвечать на вопросы своих одноклассников или на вопросы учителя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте переставим отвлекаться сильно на чат. Мы будем обсуждать конкретную презентацию. Проект объявляет в начале изучения темы. Да, коллеги считают, что если у вас в конце четверти по вашему УМК уже намечен какой-то определенный проект, лучше учащимся это даже способствует повышению мотивации. Сказать, что в конце четверти мы с вами будем 2 или 3 урока, там уже зависит от того, сколько вы делили на это уроков, посвятим тому, что будем разрабатывать проект. Мы будем с вами его обсуждать, мы будем с вами набирать материал и так далее. То есть вы сможете их так дополнительно даже замотивировать. И говоря об параметрах оценки, вот то, на чем нас выкинул в прошлый раз, это, конечно же, учащимся, вот эти evaluation cards или карточки какие-то с параметрами оценки лучше иметь при себе еще до того, как они вышли на презентацию своего проекта. Тогда в таком случае они у вас будут знать, по каким параметрам, по каким пунктам им надо быть готовыми к ответу. Тугарева Мария. Вот по Enjoy English могу сказать, что темы лучше смотреть по тематике учебников. В любом случае, то есть не отдить от тематики. Да, и вот то, что дети любят работать по оценочным листам, более того, оценочные листы, вот эти evaluation cards, они сэкономят время, если вы их раздадите учащимся до того, как они вышли рассказывать свой проект, и когда сидящие и слушающие их другие группы смогут заполнить уже эту карточку оценивания своих как бы одноклассников, да, коллег. Почему же работа в группе? Во-первых, для детей это хорошая эмоциональная и содержательная поддержка, без которой многие из них вообще не могут включиться в общую работу класса без принуждения. У робких и слабо подготовленных детей развиваются симптомы тревожности, а у лидеров портится характер. То есть если у вас дети включены в работу в группе, все это будет сглаживаться. Имеют возможность попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учителя и внимания всего класса. Это действительно так, потому что даже бывает среди педагогов, коллеги, вот у меня среди моих коллег сейчас встречаются такие, да, вот не любят человек выступать на большую публику. Но когда это, допустим, заседание метод объединения, и его слушают, скажем, еще 3-4 учителя, там, да, где-то, допустим, до 5 человек, то человек очень хорошо выступает, он рассказывает, он не боится, он не стесняется. То же самое абсолютно у детей. Выступить, выйти к доске и что-то рассказать перед 25-ю или там 12-ти, да, допустим, своих одноклассников, это другое. А когда они работают в группе у вас по там 4 человека, по 3-4 человека, допустим, да, это когда они взаимодействуют уже только с кем-то, двумя, с тремя, с четырьмя и так далее. То есть у них уже другой уровень взаимодействия, они меньше стесняются, они меньше боятся, да, и лидеры здесь не так ярко высказывают себя, то, что каждому лидеру нужно много публики, чтобы они могли высказать, да, показать свой рейтен. Соответственно, вот лидеры будут немножечко потише, а скромные дети будут себя вести немножечко по раску. И приобретают опыт выполнения важнейших функций, составляющих основу умения учиться, то есть то, о чем мы говорим с вами, да, у планируемых результатов. Со стороны учителя. Почему работа в группе? Учитель использует дополнительные средства вовлечения детей в содержание обучения. Учитель органически сочетает на уроке обучение и воспитание и одновременно строит личностно-эмоциональные и деловые отношения. И учитель ведет систематический мониторинг за формированием учебного сотрудничества в классе. То есть учитель сможет оценить то, как дети друг с другом могут работать. Давайте посмотрим на табличку. Таблички две колонки. Левая – это планируемые результаты по ВГОС. И правая – те умения, которые мы можем сформировать с помощью проектной деятельности, с помощью выполнения проектов. Почему предметные в самом конце, я сразу скажу. Потому что расположила в том же порядке, в котором они даны во ВГОС. Причем я сейчас с этим порядком абсолютно в данном случае согласна. Все проекты мы в любом случае выполняем на иностранке полностью. Вся презентация именно проекта, все, что будет написано, учащихся подпись, картинка, тексты какие-то небольшие – это все будет на английском языке. Поэтому из предметных, я их сразу зачитаю, это всего лишь два очень самых крупных, самых два важных умения. Это использование видов речевой деятельности в знакомых для школьников ситуациях для решения задач на изучаемом языке. Это развитие умений представить результаты своей работы на изучаемом языке. То есть вот они два главных таких, спрашиваю, а коммуникативные где? Коллеги, коммуникативные у нас универсальные учебные действия. Познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные. А метапредметные, личностные и предметные у нас результат. Не будем с вами немножечко путать здесь понятия, поэтому мы сегодня с вами поговорим о личностных, метапредметных и предметах. Но так как предметные у нас, естественно, в каждом проекте реализуются, то мы будем в основном смотреть с вами на примерах личностные и метапредметные результаты в КОС. Личностные у нас будет развитие умений достиг внимания и согласия, повышение мотивации учащихся, развитие творческих способностей детей, развитие личностных качеств, желательности, толерантности, любознательности, патриотизма, формирование основ гражданской идентичности. Из метапредметных, посмотрите, пожалуйста. Это умение работать с информацией и с текстом. Конечно же, когда они ищут информацию, они должны уметь с ней работать. Это умение работать с инструкцией, то есть выполнять пошаговые рекомендации. Очень часто во всех проектах мы сейчас с вами на примерах увидим, это будет степс какие-то, да, либо это будет просто пронумерованный план действий. Умение анализировать информацию, делать обобщение, выводы. Умение вести исследовательскую деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в учебной деятельности. Умение генерировать идеи, то есть как раз у нас, да, будет и brainstorm, мы увидим это в примерах. Находить не один выход. Умение планировать свою деятельность и прогнозировать последствия. Умение контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. И развитие информационной и компьютерной компетенции. Давайте посмотрим на примерах. Вот правильно, коллеги пишут, коммунизированных результатов не бывает. Просто коллега перепутала действия и результат. Такое часто бывает, потому что у нас очень много согласительств терминологии по ВГОС. На УДРНЕ в вебинаре коллеги жаловались, что никак не разберутся все-таки в этих странах УУД. Вот пишут коллеги, что скоро будут делать такой проект. Вот мы сейчас с вами видим на слайде пример из Enjoy English для второго класса из рабочей тетрадки. Что требуется от учащихся? От них требуется сделать смешную закладку. Им описано, что они для этого должны иметь. Более того, да, собственно, закладка – это нужная, полезная в работе, да, вещь. То есть чем это не личный результат, да, они делают какую-то полезную вещь. Метапредметная, опять же, тоже, эта вещь у нас может понадобиться где угодно, но из метапредметного мы здесь в проекте в данном виде у нас есть пункты, по которым они работают. У нас один, два, три, четыре, пять. Пять шагов, что нужно сделать, чтобы этот проект получился. Вот, коллеги, все, оказывается, я очень удачно взяла пример, что у всех он будет на следующем уроке, этот проект. Ребята должны взять специальные, да, приспособления, в данном случае у нас это белая бумага, фломастеры, ножницы, да, все нарисовано, что им нужно взять, да, обвести контур своей руки, закрасить пальцы руки на рисунке разными цветами, нарисовать питомца, который ему, либо своего любимого, либо который нравится, да, если своего нету питомца дома, аккуратно вырезать. И, смотрите, у нас предметный результат здесь. На другой стороне рисунка напиши пангу о своем питомце или любимом животном. Какой он, что он умеет делать, но не называй его. То есть, чтобы у нас получилась такая своеобразная загадка. И как раз те, кто спрашивали про коммуникативное универсальное учебное действие, в конце прочитай свой рассказ о животном одноклассниках, не показывай рисунок, тот, кто первый разгадает загадку, получает закладку в подарок. То есть, вот такой вот замечательный, как бы, подарок, да, они делают. У меня учащиеся, помни, делали, делали такие закладки, так, мы не подарили, очень им стало жалко, такие красивые, получили, все себе оставили и пользовались во всех, во всех предметах. Они таких себе наделали и не закладывали. Да, вот дети очень любят закладки питомцев, пишет Оксана Сурина. Закладок предназначены для подарка другу, пишет Борис Испанович. Да, для подарка другу. Главное, что они, какие дети, все-таки второй класс, не очень хотят что-то дарить. То же самое, вот кто-то, да, кладут в портфолио, вот вижу, коллеги. Еще один пример, опять же, да, второй класс, Enjoy English, рабочая тетрадь. Это предметный я просто поставила ко всему проекту, потому что здесь, опять же, у нас выполнение инструкции идет. Учащиеся делают творческий проект, они его, правда, делают индивидуальный, да, творческий проект, они здесь делают книгу, чтобы подарить ее своему другу. Тоже помню, не очень хотели они ее другу дарить, но тем не менее. Пример измели для третьего класса. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас и личность, и метапредметные. То есть сначала учащиеся делают специальную поделку, в данном случае это робот. Они ведут по шагам, здесь у нас шаги уже написаны на английском. Инструкции написаны очень лаконично, понятно. Если учащиеся чего-то не поймут, они могут увидеть это на картинке. То есть, пожалуйста, да, у нас идет такое вот, все идет в контексте. Самое главное, что в конце, в десятом пункте, они рисуют на своем роботе символы. Символы эти должны обозначать глаголы, что умеет делать тот или иной робот. И после этого поделка используется в коммуникативной игре. Посмотрите, read and play it again. В третьем упражнении учащиеся играют с этими роботами, задают друг другу вопрос. То есть, can it jump, can it work и так далее. То есть, вот, для, опять же, выполнения проектной, в данном случае, да, такой задачи в начальных классах, для того, чтобы потом это вывести в говорение, в акт коммуникации. Пример измели до четвертого класса. Давайте я немножечко увеличу. Сначала упражнение, потом четвертое. Они по инструкции, опять же, да, метапредметный результат, они выполняют поделку. В данном случае это у нас рыконожка. Они ее выполнили. И после этого, опять же, упражнение read and play в коммуникации. Они выясняют, какого она цвета, где она сейчас находится. И учащиеся здесь учат. И учатся и описать что-то, где находится, и как она выглядит, и так далее. То есть, это не проектная работа, как мы это понимаем, да, это проектная задача. То есть, опять же, мы возвращаемся к вопросу о зоне ближайшего развития. Они учатся для того, чтобы что-то научиться делать в последующем более такое широкое, более крупномасштабное. HappyEnglish.ru для пятого класса. Проект «Моя семья». Тема уже полностью охватывает личностный результат, да, поговорить о своей семье, используя свой собственный опыт, свой опыт. Нужно представить проект своим одноклассникам и ответить на вопросы. Это то, о чем мы говорили, да, здесь учебное сотрудничество, коммуникация. И обсудить, чей проект получился наиболее интересным по следующим показателям. Нам уже ничего не нужно придумать, показатели даны. Самая необычная история, новая информация, интересное оформление, интересные фотографии. То есть, вот такой проект. Еще один пример. Здесь уже мы говорим о проекте «Start a Hobby Club». Тоже проект из happyenglish.ru для пятого класса. Учащиеся дома готовятся к проекту. Пользуются страничкой из раздела «Cut out» из рабочей тетради. Вот так выглядит страничка «Start a Hobby Club». Они здесь пишут текст с определенным параметром. Они прописаны в учебнике. Мы сейчас на них вернемся, посмотрим. Напишите о своем хобби. Объясните, почему ваше хобби интересно. Кто из известных людей имеет такое же хобби? Пригласите одноклассников присоединиться к вашему увлечению. Проиллюстрируйте свой рассказ рисунками, фотографиями или своими собственными изделиями и поделками. То есть, у нас здесь есть возможность и вклеить, и что-то нарисовать, да, и либо вклеить поделку, либо фотографию, если жалко, что-то из фотографий отдавать. То в таком случае, конечно же, учащиеся с удовольствием сами нарисуют. После этого на уроке, уже на 10-м уроке, учащиеся презентуют свой проект, то есть, рассказывают о хобби, приглашают одноклассников вступить в свой клуб, отвечают на вопросы. То есть, мы видим, что здесь полноценная проектная работа. New Millennium English до 5-го класса. Проект With the Loneo. Давайте мы немножечко приблизим. Учащиеся должны объяснить, почему они хотят ответить на то или иное письмо. Здесь на выбор даны два письма. По группам, да, когда они разбились на группы, они должны, используя определенные шаги, follow these steps, все у нас это написано, какие шаги следует соблюдать, да, выполнить данный проект, чтобы в конце у них получилось письмо, которое они могут повесить на стену и зачитать друг другу. То есть, в письме они должны договориться внутри, какое будет начало в письме, какая будет концовка, решить, о чем они будут отвечать. Здесь есть все прописано. Посмотрите, о школе и, допустим, о расписании уроков. Или о ваших любимых предметах. Или о ваших друзьях или одноклассниках. Что о том, что вы обычно делаете после школы. То есть, здесь все написано, нужно только выбрать и по плану сделать. Ну, пожалуйста, опять же, к тому, кто спрашивал, да, сочинение будет ли считаться. Вот здесь как бы не предполагается выполнение каких-то, да, фотографий или еще чего-то. Но если это будет проиллюстрировано, конечно же, это будет лучше. Нимили Немингвиш для пятого класса. Еще один пример. A friendly place. Учащиеся здесь у нас, я приближу немножечко слайд, делятся на команды или группы. Далее они проводят мозговой штурм, чтобы составить список зданий, которые они хотят, чтобы были в их городе. Что им хотелось бы, какое здание, чтобы появилось в их городе. После этого они решают, из каких материалов они это здание построят. То есть, они как архитекторы, да, здесь решают, будет из камня ли, из дерева, из стекла и так далее. Далее они как бы все это строят. То есть, они, конечно же, не строят это из камня, но они могут вполне сделать что-то из спичек, если умеют, что-то сделать из бумаги. Все это здесь предложено как варианты. Они могут использовать и пластиковые бутылки, и коробочки. И, конечно же, любимое всеми лего, да, могут тоже использовать для такого проекта. Далее они делают эту достопримечательность и, соответственно, организовывают тур туристический, что можно было показать достопримечательность туристам. И обязательно проходит этап рефлексии. Посмотрите, чек-лист у нас, да. Did you build all the places you planned for your project? Например, один из вопросов, да. То есть, когда проводился мозговой штурм, чаще запланировали много, допустим, разных построек, которые им хотелось бы в своем городе иметь. Вот этап рефлексии они решают, все ли им удалось воплотить или не все. Далее там, удалось ли вам подобрать название? Удалось ли вам реализовать изделие из того материала, из которого вы хотели его реализовать? И после этого они презентуют, конечно же, вот этот самый свой тур, a sighting tour для одноклассников. То есть вот такой вот грандиозный, в данном случае получается довольно-таки большой, на мой взгляд, проект. Из пятого класса я сделала вот такой разворот из книги для учителя «Как работать над проектом», чтобы можно было проиллюстрировать, что авторы прописали то, как можно, как нужно работать над проектом и зачем это нужно. Давайте я вам немножко зачитаю. Приблизила. Метод проектов рассматривается в современной методике как один из действенных способов организации личностного и речевого взаимодействия учащихся. Эффективный способ составит представление об уровне сформированности метапредметных умений обучающихся, которые во ВГОС определяются как важнейшие результаты обучения наряду с личностными и предметными результатами. Использование школьниками английского языка в процессе работы над проектом существенно расширяет возможности практического применения языка как средства получения новой информации, помогает критически ее оценивать. Учащиеся должны использовать опыт и знания, сформированные иноязычные коммуникативные умения, а также обладать новыми умениями, метапредметными, важными для познавательной деятельности в целом. Конечно, о целях я зачитать подниму, но мы тут же сегодня с вами все видели, когда смотрели в общем о теории вопроса. Давайте посмотрим на пример из Enjoy English для шестого класса, из рабочей тетради номер один. Это проект Welcome to our school website. Учащиеся должны ставить макет интернет-страницы своей школы. Здесь в данном случае предполагается, что они могут сделать и страницу своего класса, и используя данные шаги, здесь шесть шагов, они должны главное сделать в конце что-то связанное с веб-страницей в интернете. Не обязательно, конечно же, это все делать реально, потому что меня спрашивали в моем дневнике, который я вела, когда пробировала учебник, вот нужно ли действительно заводить страницу в интернете и там на бесплатных каких-то хостингах. Нет, конечно, это делать не обязательно, от нас требуется то, чтобы учащиеся могли как минимум сделать такой макет, такого вот сайта, выполняя данные шаги. И, конечно же, в конце они этот макет будут презентовать своим одноклассникам. Вот Борис Иванович пишет, когда у меня был кабинет, я делал периодическую выставку проектов, причем выставлял проекты разных классов, это очень стимулировало как старших, так и младших. Да. Ну, коллеги, дальше, я думаю, будут обсуждать, что не у всех есть свой кабинет. Так, к сожалению, не у всех. Что у нас еще в чате есть интересное? Если над проектом работают в классе во время урока, учитель может попросить, убегает в чат. Учитель может попросить, чат у меня убежал, прочитать мне не успело. Проект совпадает уроком в ГОС. Ученик должен видеть проблему, цель, составить план, проект, контроль. Да, в принципе, по сути, конечно же, проект – это полностью реализация в ГОС. То есть, скорее, в ГОС реализуется в проектах, чем проекты во ВГОС. Потому что проекты писались, допустим, до того, как в ГОС был введен, и все равно учащиеся делали. Если мы любой проект рассмотрим, то все равно увидим там в ГОСовскую составляющую. Как бы это ни звучало очень некрасиво. Я вижу, что очень популярно всех педагогов делать выставки проектов детей. Действительно, очень хорошо. Сколько уроков нужно работать над проектом? Авторы советуют в книгах для учителя, сколько потратить на тот или иной проект. Так что лучше обратиться к книгам для учителя. Но, как правило, учащиеся готовят какую-то часть проекта дома. Вначале учителем объявляют это до того, как к проекту уже подошли. На уроке они работают над проектом. Это первый урок будет. Затем они дома доделывают эту работу. И на следующем уроке уже идет презентация. В случае, если учащиеся смогли подготовить уже весь материал дома, то есть к первому проектному дню, в таком случае вы можете выделить просто больше времени на защиту. Не по 5 минут, допустим, от группы, не по 10, а по 15. Если вы точно знаете, что у вас есть два урока, чтобы и заслушать, и провести рефлексию. То есть вот, пожалуйста. Вот коллега пишет, что данный проект Welcome to Great Britain назвала. Здесь я, наоборот, учащимся делала об нашем городе. Они с большим удовольствием нарисовали. Кто-то герб, кто-то достопримечательности, хотя их не так много в том городе, в котором я работала. Но тем не менее. Вот уже даже коллеги делятся, как можно использовать проектные работы детей. А мы с вами посмотрим дальше. Например, из happyenglish.ru, из workbook number two. Здесь у нас проект очень интересный, такой творческий. Сразу и по страноведению у нас. То есть и личностный здесь результат, конечно же, присутствует. Социокультурная информация. Нам нужно, используя эту карту, и разрезной материал из cut-out, взять клей и расклеить достопримечательности на их места на карте. Потому что карта дана пустая, карта Лондона. Указана только Темза и разлинованы улицы. Вот, пожалуйста, ребята должны выполнить такой замечательный проект. И после этого они прокладывают маршрут Саши по Лондону. То есть они его пишут и подписывают на карте название достопримечательности, которые он посетил. Вот такой вот проект. Надежда Сутягина пишет, ABC начинаем в школе. Дома завершают с родителями на каникулах. Ну да, проект ABC, в принципе, здесь уже у кого он как укладывается. Я помню, со своими успевала, с второклассниками, с другими, помню, не до конца успела, тоже они на каникулы-то делали. Здесь уже зависит от того, даже сколько в году пропало уроков английского. Книжки ABC делали дома, принесли красоту и в классе поставили. Да. Вот когда мы делили на группы и буквы делили между ними, то бывало такое, что некоторые ребята вот хотели, что и вот в той букве поучаствовать, потому что им очень понравилась рифмовка по Enjoy English. И поэтому, когда ребенок не попадал в какую-то определенную группу, было очень тяжело потом ему объяснить, почему он занимался там не той буквой, не той буквой. А если они, в принципе, каждый делает такую книгу, им это как-то более так удобно и благостно для самих себя. Да, лучше целой книжкой. Это здорово, действительно. Да, вот Борис Иванович подкинул хорошую идею в чат. Это замечательно. Замечательные коллеги, чтобы в чате идти такими вот интересными идеями. Давайте посмотрим на еще один пример из Enjoy English 6 класса, из рабочей тетради. Здесь у нас проект Let's Read Our Favorite British Books. Учащиеся, опять же, я его покажу только потому, что здесь опять шаги, мы их видим, да? Я сейчас немножечко приближу. Нужно сделать презентацию о вашем любимом писателе и сделать небольшую пьесу, поставить пьесу на уроке. То есть здесь уже делят роли, кто будет за кого играть в отрывки из пьесы. Здесь уже и делят, кто будет рассказывать, как вы будете готовить об авторе, просто ли это будет доклад, или это будет какая-то интересная работа, исследовательская, чтобы что-то найти, какие-то интересные факты из жизни этого писателя. Если просто обычную биографию этого писателя все учащиеся уже знают, то, конечно же, лучше что-то интересненькое нарыть. Вот, пожалуйста, да? В конце, на шестом этапе, Step 6. Make special page about your performance for a school website. То есть даже это все выносится. Посмотрите, за рамки урока, за рамки предмета. На веб-сайт. То есть вот такие вот интересные варианты. Project My Summer Adventure из English.ru для 7 класса. Здесь учащиеся делают постер о том, как они провели лето об их летнем приключении. Используют материалы из cut-out page. Вот материалы из cut-out page сейчас у вас на экране. Здесь они могут вклеивать, могут рисовать. Как правило, сейчас учащимся не так, что дойти распечатать, потому что родители очень редко сейчас фотографии отдают на печать, да? А вот для урока что-то пойти распечатать такое из цифрового сделать, да? В печать. Это даже для них такое развлечение. Это приятно. Они используют план. Они описывают место, где они были, погода, которая была. в то время, когда они там были, как они туда добирались, что они там нового узнали, и какую-то еще extra information, то есть дополнительную какую-то еще информацию. После этого они этот проект презентуют на уроке и, конечно же, обсуждают. То есть они задают друг другу определенные вопросы. Восьмой класс. Здесь я немножечко приближу. Про мини-проект How to save the earth. Ребята работают в виде режиссеров, да? Они пишут скрипт for a short video film. То есть они какие-то придумывают советы, как людям сохранить природу. Еще один пример. Тоже у нас такой метапредметный. Это мини-проект What kind of reader you are? Здесь уже они делятся тоже на группу по 3-4 человека. Пишут вопросы для того, чтобы выяснить, кто из них, может быть, читает захлеб, кто из них любит какой-то только один жанр, читает только его, кто просто книголюб почитает все жанры. И вот, пожалуйста, после этого они рассказывают об этом друг дружке на уроке. То есть это такой мини-проект. Здесь он укладывается в уроке даже, как упражнение. Посмотрите, здесь даже значок сделан к работе в группе. HappyEnglish.ru для 8-го класса. Пример из рабочей тетради. Посмотрите, здесь Project Start a Reading Club. Немножечко приближу. Основная цель проекта – это создать клуб по интересам. Они придумывают название этому кружку, логотип и так далее. То есть здесь они заполняют, смотрите, сколько есть разного места, все это красиво оформлено в книге. Готовят постеры, посвященные своему Reading Club. Пока не только у вас дизайн, логотип разработают, это уже целая проектная работа. Пример из New Millennium English для 9-го класса. Express Yourself рубрика. Сейчас я посмотрю, я вам, насколько смогу это приблизить. Что меня здесь заинтересовало, это то, что можно вам очень ярко показать, как в проекте в рамках уже даже вот одной странички, учебника, мы видим, что даны ценные указания для учащихся. Во-первых, очень четко прописана здесь цель, она выделена фиолетом, это наверху, посмотрите, рассказывается, поставлена сама проблемная ситуация. То, что объявили соревнования между школами на лучшую презентацию своего города, допустим, или региона. Здесь замечательно прописан также пошагово сам проект, что нужно делать. Дана Evaluation Card for Students. Для тех, кто слушает, они, соответственно, будут в этот момент выставлять какие-то оценки группам, которые они заслушивают ответ. Есть замечательные tips for giving effective presentations. То есть описано, что нужно говорить громко, четко, использовать правильные выражения, не использовать, наоборот, слова-паразиты, избегать фразы, которые, может быть, сложно удается выговорить на английском. Главное, что держать контакт глазами, то, что, к сожалению, я с вами не могу делать, когда общаюсь на вебинаре, улыбаться, enjoy yourself. То есть замечательные такие tips даны. Учащимся все-таки будет легче вместе с этими tips делать презентацию. И дан план эффективной презентации. Посмотрите, strong introduction, structured, powerful conclusion. Вот, пожалуйста, по таким уже параметрам уже понятно, что от них требуется. То есть, как это все правильно оформить, как это сделать качественно. Вот поэтому, как раз, Борис Иванович, к вашему комментарию, именно в началке идет не защита проекта, не проектная у них идет, по сути дела, работа, а проектная, выполняет проектную задачу. А как раз, да, с пятого класса уже речь более развита, и поэтому защита проекта действительно хоть на каком-то определенном уровне, но уже будет на английском языке. В пятом классе просто у вас отличие будет от более старших классов в проектной деятельности только в том, что они у вас будут выходить, возможно, презентовать свой проект с листочком. Они будут брать какую-то красивую, опять же, вы их научите, как нужно стоять, как нужно правильно положить свои листы, чтобы смотреть на них аккуратно. Вы их научите приемы look and say, да, вот, пожалуйста. Они будут все это уже уметь, и в более старших классах у них замечательно будут проходить защиты их проектов. Перед вами сейчас пример из Нима Ленингейдж для девятого класса. Я везде поставила тоже стрелочки метапредметные, потому что опять у нас с вами здесь и evaluation card, и... хороший проект получился восьмого класса у Добрыгиной Ольги. Прошли по поселку, сделали фото берега Байкала после туристов и написал список мер. Очень хороший проект может получиться. Вот Наталья Полякова как раз к вашему комментарию. Я сейчас... Да, отговариваются, именно поэтому мини-проект, как правило, используется. Я сейчас покажу как раз примеры того, что с большим таким интересом учащиеся выполняют. Девятый класс New Millennium English Crazy Job Fair. Учащиеся должны придумать какую-то очень такую сумасшедшую, можно сказать, работу и провести такую своеобразную ярмарку. Они придумывают название этой работы, какие будут требования к тому, кто выполняет эту работу. И вот это все они будут презентовать одноклассникам. Из 11 класса, пример из Enjoy English, приближу сразу чуть-чуть покрупнее, проект, они делают постер. What points should be conceived in a career? Здесь очень злободневная тема. Это к тому, что учащиеся не очень любят в старших классах делать проекты. Зато мини-проекты в форме коммуникации, то есть в форме коммуникативного такого урока они все просто там делают. С небольшим изображением. И да, не так охотно, конечно, суют, ищут и приклеивают, но если им все выдать на уроке, а не ждать, когда они принесут фломастеры и так далее, потому что от старшеклассников, конечно же, этого ждать не приходится. Все вы приносите сами, вы им выдаете листы, чем рисовать, и даете перед ними какую-то очень сложную, интересную задачу. В данном случае, да, обсудить идеи о том, как стоит выбирать профессию. Должно ли это быть только по совету родителей, либо они только мнение друзей, кто-то, может быть, компилирует. Нужно ли учитывать, популярна ли эта работа или непопулярна эта профессия, может быть, удастся освоить это в институте или не удастся, долго ли учиться, или это очень короткий период обучения и так далее. То есть, здесь они будут учиться у вас как бы лишний раз, да, говорить. Но все это будет в рамках проекта, потому что есть проблема, поставлена перед ними задача сделать постер, ну и, соответственно, они у вас будут защищать это уже с учетом имеющихся у них знаний. Да, вот как раз детей не воспитывать, а умело мотивировать. Вот, пожалуйста, здесь уже мотивация в одном своем вопросе, да, потому что запрос к учащимся, это что стоит ориентироваться при выборе будущей профессии. Для них это очень злободневный вопрос, поэтому они с удовольствием и интересуются в таких проектах. Или еще один проект, это Time Capsule. Все уже, я думаю, его прошли. Листы у нас все равно скоро, да, конец года, если я не ошибаюсь, в этом году. Пишут как раз, что у нас был такой. Постер делают, вставляют текст и читают его. Это считать проектом? Да, если они делают постер, если они к этому посту вставляют текст, лучше, конечно, они у вас в старшем классе, старшеклассники особенно, не читают с листа, потому что они уже могут не читать с листа, они могут уже что-то с ними говорить, учить их говорить простыми фразами, простыми предложениями. Так, ну вот, Эйгам уже помогли про снижать отметку. За чтение вы отметку, по сути дела, снизить не можете. То есть просто за то, как он читал, за то, что он читал или не читал. Читать они, в принципе, имеют право все. Но вы можете снизить оценку за то, как это было презентовано. Потому что, согласитесь, считать утмуршись просто в листочек, что-то, да? И читать, если ребенок может оторваться от листочка, он знает, где у него что написано. Он может ориентироваться по тексту. Абсолютно две разные защиты проектов. Вот, поэтому ориентируйтесь на это. Про Time Capsule, я думаю, что все с этим проектом сталкивались, кто работает по Enjoy English. Здесь очень удобно, что есть у учащихся мнения, которых они могут придерживаться. Дан дайл. То есть все это есть. Им нужно только придумать самим. То есть здесь от них требуется только креативность и умение сформулировать свои мысли на английском языке. Этот пример мы с вами я его как-то показывала уже на одном из вебинаров. Мне здесь интересно и показать то, как может быть еще оформлена структура самого проекта. Это может быть не просто follow the steps по пунктам расписанное, а вот в таком схематичном варианте. Возможно, это больше даже привлечет у учащихся больше будет мотивации, чем если бы эти пункты были написаны просто в столбик. Проекты, они, конечно же, выбираются на определенную какую-то злободневную тему, ну и, конечно же, на тему, которую учащиеся проходят. Поэтому здесь как раз love and friendship collage. Они делают определенный постер, который будет выражать понимание любви и дружбы. И, конечно же, они его опять презентуют, объясняют, почему они так считают. Где можно взять то, как работать с интернет-источниками? Это, конечно, strategies, это приложение второе в Enjoy English 11 класс в конце учебника. Здесь все расписано, как работать с источниками в интернете, как правильно сделать вот этот поиск. happyenglish.ru для 11 класса. Посмотрите, пожалуйста, здесь я стараюсь сейчас приблизить страничку. Проект Award of Opportunities. Учащиеся выбирают университет, которому они хотели бы учиться. Это не обязательно, автор это прописывает, что это не обязательно должен быть именно тот университет, в который они действительно пойдут поступать, потому что это 11 класс, очень все по теме. Вы можете выбрать любой университет, который, или колледж, они, допустим, будут рассказывать о боксерде, о Кембридже, не просто так данные как раз картинки. Give your reasons for choosing this particular university or college. Они дают свои причины, почему они его выбрали. Give a brief history. Они ищут и подбирают материал по истории того или иного университета или колледжа. Рассказывают, как туда поступить, что они нашли на эту тему, потому что они наткнутся, конечно же, на сайты официальные этих учреждений. Там будет раздел о том, как поступить туда. Они будут обидеть, какие экзамены туда нужно сдавать, какие документы и так далее. То есть, они все это могут взять с технических сайтов, подготовиться и рассказать друг к другу. Главное, чтобы не весь класс готовил про Кембридж или не весь класс рассказывал про Оксфорд. Кстати, мои коллеги, когда вы делитесь своими почтовыми адресами в чатах, потом не удивляйтесь, что у вас будет приходить какая-нибудь спам-рассылка. Потому что так огульно давать свой имейл-адрес это очень зря. После этого, после того, как они подготовились, они будут презентовать свой проект друг к другу. Как я уже сказала, главное здесь, чтобы они не повторялись, чтобы вы не 10 раз слушали про Оксфорд или про Кембридж. Или еще один интересный проект happybush.ru для 11 класса это проект «Мой блог». То есть, все здесь то же самое, креативная абсолютно работа, учащиеся, и выбирают себе ник и аватарку. Или они будут несколько делать, у них будет несколько ников, несколько аватарок. Они готовят какие-то интересные выжимки для блога. Они могут писать, допустим, блог о том, что они делали в течение дня. Особенно вот такой вот блог завести и действительно можно реально вести с 11 классиками во время карантина. Мы поговорим об том, как организовать дистанционное обучение по английскому языку на вебинаре во вторник. Что если у кого-то еще, кто-то еще не зарегистрировался, регистрируйтесь, приходите послушать в 11-5 часов тоже. Из всего того, что мы сегодня с вами обговорили, пока вот у нас, слава Богу, есть соединение. Золотые правила работы над проектом. Давайте на них посмотрим. В первую очередь, конечно, тему устраивает всех в классе. Мы тему, конечно же, не выбираем. У нас есть учебник. Но то, как это будет реализовано, должно, в принципе, устраивать всех в классе. Убедитесь, что тема гибкая. То есть, что ее можно повернуть в разные русла. Убедитесь, что тема открыта для разных видов деятельности. Что это может быть не только, допустим, не только сделать постер. Это может быть и презентация в PowerPoint. Это может быть страничка действительно какая-нибудь в интернете. Это может быть, допустим, даже блог действительно. Не перегружайте учащихся. То есть, здесь нужно отследить то, чтобы в группе на каждого из учащихся были очень лаконично поделенные роли. Охотно предоставляйте направляющие указания. Если ребята приходят с вопросом, как лучше быть, где что-то найти, помогите нам, пожалуйста, мы не знаем, мы не умеем, потратите на них одну-две минуты, помогите им. Во-первых, это будет для них повышение мотивации. Во-вторых, они будут знать, что вам это тоже интересно. Устанавливайте ограничения. Здесь, конечно же, речь идет о защите проекта. То есть, если у вас ребята знают заранее, что у них есть только пять минут, чтобы защитить свой проект, они должны сделать действительно на пять минут презентацию. Ранее предупреждайте о проведении опроса или интервью или анкетирования. Некоторые учащиеся хотят работать только индивидуально, пишет Елена Валерьевна. Старайтесь хотя бы сделать не индивидуальные, а парные проекты. После того, как они вдвоем поработают, они посмотрят, например, кто работает в группах, все-таки больше, чем два человека, от трех человек. Они посмотрят, что в группах проекты гораздо более интересные, и то, что приходят выполнять не так много работы, и то, что работа будет более такая творческая, потому что это на троих поделены, или на четверых работа. Соответственно, они тоже захотят себе потом взять на следующий урок третьего. Заранее предупреждайте об опросах, интервью, анкетированиях. Почему? Это то, о чем был вопрос, что если предупредить учащихся еще в начале темы, в начале юнита, о том, что вы будете делать с ними в конце, когда пройдет юнит до конца, они смогут подготовить материал, они смогут что-то, может быть, опросить, провести какой-то опрос, или провести анкетирование, или взять у кого-то интервью, то есть они смогут заранее более хорошо подготовиться. Убедитесь, что имеется спецоборудование. Спецоборудование, громкое слово, конечно же, ножницы, клеи и так далее. Не стоит все-таки на проектный урок, который бывает раз в четверть, как правило, не захватить с собой дополнительный клей, или там лишние ножницы, бывает такое, что раз и не хватило. То есть это, конечно же, сделает работу более такой скованной, чем если вас будет, всего останется больше. То есть всегда лучше брать больше, чем меньше. Не игнорируйте проект учащихся, уделяйте ему внимание. То есть это, опять же, возвращает нас к вопросу об номере, скажу, убедитесь, к номеру пять. Охота предоставляйте направляющие указания. То есть это все стоит показывать учащимся, что вы в этом проекте тоже заинтересованы. И, конечно же, десятые правила, это помните, что проект для учащихся больше, чем просто работа в классе. То есть если вы настроите их на то, что вот у нас будет проект, мы с вами такое интересное будем делать, они с гораздо большим интересом на него придут и отзовутся на ваш зов, так сказать, выполнить этот проект как-то интересно. Коллеги, я еще раз говорю про имейлы, которыми я советую вам не делиться. Перед вами сейчас рекомендуемая литература, то, что я использовала для АПКИ, то, что вы можете еще дополнительно почитать. Да, вот Борис Иванович тоже пишет, что да, есть единоличники, но прежде желательно разобраться в причинах, почему ребенок хочет работать индивидуально. Коллеги, есть ли у вас еще ко мне какие-нибудь вопросы? По поводу презентации, презентация будет на форуме уже не сегодня, она будет на форуме в понедельник, с того, что я вам выложу. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Сам вебинар, видеозапись, как вы понимаете, вечернего, скорее всего, нет, потому что он три раза у нас выкидывался, но вы можете посмотреть, скорее всего, будет видеозапись утреннего вебинара, там не было сбоев. Вот спрашивали, был вопрос, можно ли вообще не делать проекты? Нет, нельзя, коллеги. Если у вас проект есть, вы можете на него выделить меньше времени, вы можете его немножечко по-другому организовать, не так, как вам запланировали авторы, но проектная деятельность важна, ее нужно проводить обязательно. Коллеги, спасибо. Спрашивают уже тему конкурса «Золотые уроки». Коллеги, вот с «Золотыми уроками России» ничего вам, к сожалению, не скажу, знаю только, что по методической разработке планируется, вроде бы, планируется конкурс осенью. То есть можно делать что-то другое, вы все равно делаете проектную работу. У вас заявлена авторами тема проекта, заявлена и уже разработана, и гораздо лучше использовать то, что... А если все для галочки? Коллеги, если для галочки, то это уже другое. Здесь речь идет о том, что если авторы заявили, что нужно сделать проект на определенную тему, и уже даже дали вам шаги, по которым можно выполнить, то лучше, конечно, последовать тому, что авторы запланировали, потому что это уже опробировано и не раз. Учителя со всей России проходили апробацию, это уже зарекомендовало себя временем, и то, что это удобно. Конечно же, на каждый определенный класс мы будем искать свой индивидуальный подход. Если у сети, допустим, очень творческие, у вас подгруппы, допустим, рисуют, поют, еще что-то, вы, конечно же, можете чуть-чуть отойти от схемы проекта, которую дали авторы, но ее все-таки следует придерживаться. Они у вас, конечно же, проявят творчество, когда будут делать презентацию. Так, еще был вопрос, на каком языке? Значит, конечно же, до пятого класса это, скорее всего, будет русский, потому что там это проектные задачи, это не проект. Но защита самого проекта, начиная уже даже с пятого класса, должна проводиться на английском языке. В группе сильные ученики берут всю работу на себя, слабые могут просто вредить к отцени, ничего больше, что делать? Стараться разгрузить сильных учащихся, вот ограничите то, что может сделать сильный. Вот он будет, вряд ли он будет сам на себя брать всю работу. Скорее всего, просто на него слабые ученики просто это все свалят. Вот проследите, ваша задача будет в данном случае как организаторы, как менеджер. Проследите то, что каждый возьмет посильную для него работу. У моих деток не получается заниматься проектом в классе, всегда просят домой. Вы объясните, почему они хотят его сделать дома. Если они хотят его сделать дома только потому, что им лень, у них не получается, и они хотят с репетитором его сделать дома или с мамой, с папой, то не давайте ни в коем случае домой, делайте все из принципа. Просто приносите все материалы разрезные на урок, покажите им пример, который у вас сделали ребята, или вы сами можете сделать пример. То есть их нужно как можно больше замотивировать. вопрос был про один или два урока на проект. Смотрите, сколько выделили авторы. Авторы уже это сделали относительно апробации того, что как у других коллег ваших это все получалось. Если авторы заранее пишут, что на урок нужно выделить два урока, то нужно выделить два урока, значит выделяйте два урока. проконтролировать на каком языке не очень вопрос, понимаю. Дорабатывать проект дома да, конечно, можно. Так, коллеги, больше я таких в принципе особых вопросов не вижу, поэтому я сейчас вам дам ссылку для генерации. Как раз спрашивают код. Ссылка для код для сертификата у вас сейчас в чате. Да, вот образцы проектов коллега пишет. Делай дома с удовольствием сама. Коллеги, больше я вопросов не вижу. Спасибо вам большое за то, что пришли. Во вторник у нас вебинар, я еще раз говорю, про дистанционное обучение на английском языке. Приходите послушать. Спасибо и всего доброго. Спасибо. Спасибо. .